Друзья, всем привет! Сейчас нахожусь на одном из наших объектов. У нас одноэтажный дом из газобетона, на котором мы делаем утепление минераловатным утеплителем по диавианному каркасу Урсатера PRO 34, 50 мм толщина. Сверху мы его защищаем диффузионной мембраной. В данном случае это у нас Delta XX Plus Lite. Мембрану мы диффузионную обязательно проклеиваем для того, чтобы у нас все было герметично. У нее есть клеющий слой. Вот здесь вот. Для того, чтобы у нас конструкция была воздухоизоляционной, для того, чтобы утеплитель был защищен со всех сторон, чтобы в нем не гулял воздух. В этом случае утеплитель работает максимально энергоэффективно. Дальше мы должны вот эту диффузионную мембрану завести на раму. И как-то ее приклеить. Так как у нас монтажная пена не является воздухоизоляционным слоем, ее нужно обязательно защищать. Либо герметиком, либо лентой. Лучше всего защищать лентой, потому что герметик, он имеет такое свойство трескаться. Как правило, это стис А, стис Б. Стис А идет снаружи, потому что он паропроницаемый. Вот. И, соответственно, когда он трескаться, он уже теряет свое свойство. Поэтому самый идеальный вариант – это лента. Есть два варианта приклейки лент. Лента, ну, самое идеальное – это когда окна только устанавливаются, лента приклеивается с торца. Но, как правило, этого никто не делает, потому что окна по ГОСТу практически никто не ставит. Поэтому наша задача – каким-то образом этот узел довести до ума. Значит, сегодня я хочу вам рассказать про эту ленту. Видите, мы небольшой участок сделали. Идеальная лента именно для этого узла. Если мы ее посмотрим, значит, в чем ее уникальность. Она имеет ширину 6 см, как, в принципе, и другие ленты. Мультибан, Тексен Вана. Те ленты, которые вы уже видели у нас в публикациях. Ее уникальность в том, что у нее с обратной стороны, видите, есть три лайнера. Лайнер на 25 мм, 24 мм и 12 мм. Соответственно, когда мы вот этот лайнер отклеиваем… Урал, отклей, пожалуйста, этот лайнер. Этот лайнер мы отклеиваем. Дальше мы вот эту часть сгибаем. И нам удобно приклеивать ее, потому что остальная часть, которую мы тоже должны приклеить, но уже с пленкой, она защищена у нас. Давай отрежем какой-то, ну, допустим, метр. И покажем, насколько удобно эту ленту использовать. Значит, перед тем, как приклеивать, нужно обязательно протереть какой-то тряпкой. Вот обычная тряпка, чтобы обеспылить поверхность. Сгибаем эту ленту под углом 180 градусов в обратную сторону. Снимаем лайнер с обратной стороны. Ориентируемся, видите, вот когда есть какая-то ширина монтажной пены, можно ориентироваться по ней, постепенно убирая, убирая лайнер и постепенно приклеивая эту ленту. Очень быстро у нас происходит проклейка, она происходит качественно. У нас вот эти вот 12 миллиметров потом перекроются отделкой. У нас вот эта часть будет, как вот здесь вот, закрываться утеплителем, то есть дополнительно утепляться. Соответственно, здесь будет лента. Монтажная пена у нас перекрывается, то есть мы помимо этого еще утепляем откосы, видите. И вот эти 12 миллиметров у нас перекроются фанерой и в качестве отделки окун у нас будет фиброцементный сайдинг дековер. Одно окно мы уже полностью сделали. По всему периметру, видите, у нас уже установлена лента. То есть полностью герметичный контур. Везде у нас есть утеплитель. И обратите внимание, я хотел вам тоже показать, так как у нас здесь вот участок находится в лесной полосе, вот эти вот повреждения мембраны прилетают к птичке и начинают клевать ее. Видите, сколько много? Всяких разных отверстий дырявит. Но это мы проклеим все. Видите, какие даже большие дыры. Это все мы проклеим, чтобы у нас все было защищено. Но надо максимально быстро нам закрывать фасад. Вот такой вот, друзья, небольшой ролик по поводу герметизации окна. Очень важный момент, когда мы делаем утепление, ну или вообще, когда вы строите себе дом, герметичность – это важный элемент энергоэффективности дома. Поэтому, чтобы в перспективе не было никаких проблем, нужно обязательно всякие мембраны, всякие там пароизоляционные пленки хорошо проклеивать, чтобы холодный воздух не попадал в помещение через вот эти герметичные места. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Всем пока. До свидания.